Тумсо, для тебя кавказцы, которые служат в российской армии, тоже предатели или это касается только чеченцев? Нет, это в целом, конечно, касается и всех кавказцев, но с чеченцами положение более жесткое, так как если... Асалам алейкум, Тумсо, ты говоришь, что Аух это чеченская земля, почему тогда ты так не говоришь, что Крым российский, ведь это аналогично. Потому что не аналогично, потому что Крым это не российская земля, это не русская земля, не российская земля. Ты хочешь сказать, что там русские люди на Крыме автохтоны, что ли? Тумсо, последним событием с Лизгистаном, Озерами и с тобой я убедился, что тюрки не менее опасны для Кавказа, чем Росимперия, они тоже имперцы типичны и хотят земли. Нет, неправильно такие выводы делать, тем более, когда ты говоришь тюрки, если ты подразумеваешь все народы, которые говорят на тюркском, то это слишком большое количество, огромное количество народа. Это разные страны, это совершенно разные люди. Плюс к тому, среди кавказцев есть народы, говорящие на тюркском. Поэтому так неправильно, конечно, делать такие выводы. Вообще, в целом, такие разговоры, знаете, по поводу самоопределения стран, земель, они всегда будут у нас присутствовать, к этому надо как-то относиться проще. Мы всегда будем на какие-то темы спорить, в чем-то там не соглашаться друг с другом. Это всегда будет, но нам надо научиться, что это, типа, нормально, мы разговариваем, мы спорим, но не воюем и не убиваем друг друга. Вот самое главное. Надо об этом чисто разговаривать. Тогда все будет нормально. Вы знаете, сколько в Европе было пролито крови из-за этих земель, влияния. Но сегодня они все в единый союз объединились, и максимум, у них до сих пор есть какие-то разговоры, что эта территория там была когда-то, этих должна перейти к тем. Но это все теперь на уровне разговоров. Никто ни на кого не нападает, все прекрасно понимают, что они должны жить вместе, чтобы им было хорошо, говоря по-простому. Мы тоже должны точно так же это понимать. Томсо, если после твоих высказываний о том, что Лизгины имеют право на землю в Азербайджане, РФ вернет ее себе как Крым, тебе дадут медаль за заслуги возвращения Лизгистана в родную Гавру. А тебе дадут, он спрашивает, медаль за возвращение? Нет, конечно, не дадут, потому что мы не говорим ни в коем случае об отжатии какой-то земли в пользу России. И Лизгины и Кавказцы в целом в первую очередь должны стремиться к освобождению от России. Мы все должны прекрасно понимать, где именно находится наш исторический враг, кто сегодня держит нас под оккупацией. Так что никаких разговоров о отжатии земли Азербайджана в пользу России речь идти не может. Тумсо, для тебя кавказцы, которые служат в российской армии, тоже предатели или это касается только чеченцев? Нет, это в целом, конечно, касается и всех кавказцев, но с чеченцами положение более жесткое, так как если многие народы Кавказа, особенно живущие сегодня поколения, служащие в этой армии, в полиции, в различных органах, это люди, которые, может, не знают даже историю, не видели этих противостояний, этих сражений, они слышали, может быть, об этом, но как-то на себе это все не чувствовали, то чеченцы, это и нынешнее поколение служащие, там это люди, которые на себе почувствовали, часть почувствовала на себе, а часть это дети тех, кто почувствовал это все на себе, это слишком свежо, поэтому к чеченцам особенно будут претензии, в отличие от других народов Кавказа. Но так в целом это, конечно, касается всех кавказских народов, вообще любые народы, которые служат на оккупанта, являются непосредственно их ударной силой, с помощью которой они подавляют эти же народы, из которых вот эти люди. Конечно, это предательство. Говорить-то все умеют о дружбе, но пан-тюркизм же опасен для Кавказа, они, судя по всему, очень жестокие, не будут церемониться, если вдруг их возьмет, все выружат. Любая идеология, которая основана на национализме, она, конечно, губительна. И мы должны противостоять такой идеологии. Но тебе не нужно перемещать вот этот вопрос Азербайджана и Лизгистана, перемещать его на всех тюрков. Ну ты пойми просто, что тюрки, если мы говорим просто о народах, говорящих на тюркском, то это колоссальное количество, там, миллионов, я не знаю, 500. Это как вот люди, говорящие на арабском, люди, говорящие на английском, на китайском. Это вот такой же огромный пласт населения. И всех их там под одну гребенку пускать ты не можешь. Ну и... А те, кто болеют какими-то националистическими взглядами, хотят там поработить мирно о том, что они говорят на одном языке, но это понятно, что губительная идеология, но она же не присуща всем людям, говорящим на тюркском, поэтому не надо так обобщать. Туран, пан-тюркизм, зачем об этом серьезно разговаривать? Это сказки, они друг друга терпеть не могут, киргизы режут узбеков, турки презренно относятся к азерским персам, рафидитам. Туран, это же за фантазии. Но тем не менее разговоры, они идут на каких-то там уровнях. Но я, честно говоря, тоже думаю, что это вряд ли это рабочий такой проект, который может существовать сегодня. Действительно очень много противоречий. Но в то же время в какие-то союзы государства объединяться могут, когда у них есть какие-то общие интересы и цели. Мы с вами это наблюдаем, допустим, в Карабахском конфликте, когда суннитская Турция и шиитский Азербайджан объединился в этом вопросе против общего исторического врага. Мы понимаем, что там с армянами и у турков очень плохие взаимоотношения, и у азербайджанцев. И вот это вот объединило, по сути, совершенно необъединяемые две силы, шиитов и суннитов. Точно так же в каких-то вопросах перед общим врагом или там, где есть какой-то общий интерес, возможно, и объединение в рамках Турана и чего угодно. И те же арабы с турками могут объединиться, как в вопросе Катара. Когда на Катар стали наезжать все страны Персидского залива, Катар нормально так с Турцией подружился, даже военную базу турков там установили. Поэтому, в принципе, все это возможно. Но сейчас я вижу, что это только на уровне разговоров, конечно, это все идет. Но разговоры это тоже очень важно. Я поэтому и хочу, почему я постоянно говорю о Кавказе, поднимаю отдельно вопрос там лесгинов, черкесов, балкарцев, осетин, неважно, грузин, всех кавказцев, почему я пытаюсь эти вопросы поднимать, чтобы хотя бы внутри на уровне разговоров мы общались, чтобы народы у себя об этом говорили. И в целом, почему встал вопрос лесгистана, потому что лесгины стали об этом говорить. И такие разговоры, они и рождают эти идеи. И идея освобождения, она ведь, она очень важна. А чтобы она появилась, стала живой, об этом нужно говорить. Поэтому это неплохо, что об этом разговаривают. Субтитры подогнал «Симон»